Всем привет, друзья! Олег, Beer Hunter, и сегодня я научу вас метать ножи. Нет, давайте я лучше чему-нибудь другому вас научу. Пойдем! Всем привет, друзья! Вы на канале Beer Hunter, мое имя Олег, и сегодня я вам расскажу про скорость вылета стрелы из лука или арбалета, неважно. Стрела 422 грана. 397 фпс, 411 грамм, 398 фпс, стрела 402 грана, 403 фпс. Скульптура, современное арбалетное искусство. Когда мы задумываемся о покупке лука или арбалета, естественно, сволнует скорость, с которой этот арбалет будет стрелять, ну потому что это основная задача арбалета или лука. 403 фпс. Так вот, производители всегда пишут скорость, с которой луки и арбалеты стреляют, но почему-то, когда мы покупаем эту технику домой и начинаем из нее стрелять, сука, скорость не та всегда. Она всегда меньше, чем заявлено. Так давайте разберемся, почему так происходит и что производители заявляют. Итак, чаще всего мы с вами сталкиваемся с такими понятиями, как спид айбио, спид амо и ата, может быть, спид ата. Ну и еще некоторые производители указывают кинетическую энергию. Несмотря на то, что вроде как никто ничего не скрывает и всем известно, что эти буковки и циферки значат, на самом деле оказалось, что найти первоисточник все этого не так уж и просто. Дело в том, что айбио и амо это стандарты, разработанные ассоциациями. International Bowhunters Organization, а амо разработана ата. Archery Trade Association. Они еще выставки проводят, по которым Саша Курошов ходит, а мы все смотрим и завидуем. Так вот, согласно стандарту ОМО, скорость измеряется на 70-фунтовом луке, на 30-й растяжке и со стрелой весом в 350 грамм. Ассоциация охотников айбио измеряют скорость на 80-фунтовом луке, на максимальной растяжке и стрелой весом в 400 грамм. Ну и последнее это кинетическая энергия и, наверное, ей бы я и посвятил сегодняшний выпуск, потому что благодаря ей мы можем посчитать скорость вылета стрелы. Да, то есть если мы знаем, что наш арбалет стреляет с такой-то скоростью стрелой, которая весит N-грамм, то мы можем посчитать, с какой скоростью будет стрелять этот арбалет, если мы возьмем другую, более тяжелую или более легкую стрелу. Давайте для начала более подробно разберемся, как все это устроено. Лук, он же арбалет, не притирайтесь, запасает энергию и потом передает ее стреле. То есть мы совершаем работу рукой и запасаем потенциальную энергию в дуге лука, в плечи. Потом, когда лук совершает работу, распрямляется он из эту потенциальную энергию, преобразует в кинетическую, передавая стреле через тетиву всю эту энергию. Собственно, почему нельзя стрелять из лука или арбалета без стрелы? Именно потому, что вся энергия тогда уйдет не в стрелу, а обратно рассеется по луку, а лук на эти вибрации уже не рассчитан. То есть давайте зафиксируем, энергия лука ограничена той энергией, которую в нее вложил человек, когда растягивал или взводил лук или арбалет. Поэтому справедливо сказать, что чем сильнее лук или арбалет, тем он мощнее стреляет. Но это справедливо только для одинакового лука или арбалет. То есть если мы берем одну и ту же систему с одним и тем же рабочим ходом, и вот там, да, то есть если у нас меняется только сил натяжения, то, конечно, энергии будет больше там, где больше сил натяжения. Но энергия, которая запасает лук, она не зависит от силы, она зависит от работы, которую совершил человек. Сейчас попробую объяснить. Давайте представим, что у нас есть емкость, в которую нужно набрать воды. У нас есть время, которое нам дается на то, чтобы это сделать. Время – это рабочий ход. То есть пока мы тянем, мы запасаем энергию. И вот что мы можем сделать? Мы можем взять, допустим, ведро и за это время плюхнуть туда одно ведро. То есть у нас будет в емкости одно ведро воды, 10 литров условные, да? Но также мы за это время можем 3 раза, допустим, по половинке залить. То есть у нас уже будет 15 литров. Хотя, заметьте, то, что максимум, сколько мы поднимали, это было 5 литров. Вот тут то же самое. То есть пиковая сила натяжения, которая обычно замеряется, потому что у нас сильные плечи, сила натяжения там 8 кг, это пиковая сила натяжения. И надо понимать то, что если мы возьмем арбалет, у которого с самого начала начинаем мы вытянуть, у него сила натяжения сразу 60-е до самого конца, и в конце там малюсенький сброс, то у такого арбалета скорость, энергия запасенная будет больше, чем у арбалета, который мы тянем, 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 вообще как бы пальцем одним. Где-то там в одном месте у него будет сила натяжения 80 кг, потом снова можно тянуть мизинцем, то есть большой сброс начинается рано. То энергии такой лук запасет меньше, хотя сил натяжения у него по всем бумажкам будет больше. Это просто большое заблуждение. Поэтому на самом деле не смотрите при выборе лука или арбалета на силу натяжения. Надо смотреть именно на скорость, о которой мы сегодня и говорим. Вот, так что поставьте лайк и подпишитесь на канал, и комментарий. Надо не забывать то, что все вибрации, удары, звуки, это все тоже требует энергии. И на этой расходуется та самая энергия, которую запасал лук. То есть вместо того, чтобы еще сильнее разогнать стрелу, часть энергии уходит на то, чтобы какая-нибудь хрень звенела у вас на луке. К сожалению, так работает этот мир, с этим ничего не поделать. Но, в общем и целом, можно сказать, что лук всегда сколько запасает энергии, столько же и отдает. И отсюда можно сделать вывод, что меняя вес стрелы, а энергия у нас должна оставаться всегда одинаковой, у нас будет меняться скорость. Именно поэтому, когда мы берем более легкую стрелу, у нас возрастает скорость, потому что должна остаться кинетическая энергия на том же уровне, плюс-минус. Да, она на самом деле немножко отличается. Чем мы берем тяжелее стрелу, тем больше КПД. То есть там чуть-чуть, в общем-то, энергия возрастает, чем на легкой стреле. Но, я думаю, вы замечали, что на легкой стреле всегда выстрел происходит громче. А если мы берем без стрелы и бабахаем в холостую, так там вообще просто взрыв для ушей происходит. Это как раз-таки потому, что энергия уходит вот куда-то не туда. На тяжелой стреле всегда выстрел тише, потому что больше энергии уходит именно в стрелу. Так вот, как же посчитать нам скорость вылета, ну, другой стрелы, не той, которой мы стреляем? Для этого нам нужно для начала посчитать кинетическую энергию по данной формуле. Соответственно, мы взвешиваем нашу стрелу, мы замеряем скорость вылета стрелы, которая вот у нас есть по факту. Стрела 468 грамм. 382 фпс. Короче, я взял в Doom Military 4 различных по весу стрелы и замерил на них скорость. К сожалению, я до сих пор не смог достать стрелы и щита, но поскольку мы стреляли несколькими стрелами, я думаю, в целом результаты можно считать правильными и удовлетворительными. Так вот, энергия тоже у нас немножечко менялась, получается, от 195 до 205 джоулей. Но и вес стрелы у нас менялся на 66 грамм. Как мы видим, собственно, физика работает. Чем тяжелее стрела, тем большее количество энергии. Чем она легче, тем, соответственно, меньше у нас энергии передается стреле. Тут все просто и логично. Итак, ребятушки, я сделал такую табличку в эксцеле. Давайте быстренько расскажу, как ей пользоваться. Сюда мы вбиваем название нашего арбалета, или лук, в данном случае, Beer Hunter Doom Military. Сюда мы вбиваем известные нам данные. Допустим, возьмем из нашей же таблички. Вес стрелы 422 грана. Скорость, которая при этом получается, 397 футов в секунду. Здесь у нас все переводится в систему Си. Это вес в килограммах, это метры в секунду скорость. И, соответственно, считается кинетической энергией. Сюда мы вбиваем наши те стрелы, на которые мы хотим посчитать скорость. Допустим, возьмем также наши таблички 402. И предполагаемая скорость должна получиться 406 футов в секунду. Ну, по факту 403. То есть, все близко. На самом деле, я не знаю, зачем вам может реально пригодиться эта табличка. Это скорее просто изнанка того, как работает лук. Потому что кинетическая энергия, вот эта вот, которую мы считаем, это энергия летящей стрелы. Но при этом, если мы возьмем, допустим, просто на стрелу накрутим более тяжелый наконечник, стрела станет тяжелее, но при этом изменится и ее динамический спайн. Соответственно, эта же энергия передастся стреле. Но часть энергии уйдет на то, чтобы эта стрела начала колебаться. Опять же, скорость будет другой. Поэтому это мы все примерно только можем посчитать. Но основная цель ролика была в том, чтобы донести до вас, в принципе, как стреляет лук с точки зрения физики. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным и интересным. Так что пишите комментарии. Напишите, кстати, как вам такой формат видео познавательный, интересный. Интересный, для меня он интересный. Пишите комментарии, как вам такой формат. Понравилось, не понравилось. Я приложу в описании к этому видео файликс. Для расчета как раз таки скорости вылета стрелы. А на этом все. Всем пока.